Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Ну что ж, как и обещала, начинаю я снимать серию своих раскрасок. В этом видео я покажу 50 всего лишь-то раскрасок по номерам и не только, в общем-то. Ни по каким критериям я их тут не разделяла, просто вот какие посчитала нужным, которые на полке не так лежат, как мне хотелось бы, их решила показать первыми. Здесь у меня уже стоит вот такой органайзер, здесь есть некоторые раскраски. Все эти раскраски уже большинство людей видела, кто смотрел мои первые самые ролики о коллекции. Но я все равно их покажу, потому что, ну как бы у меня не прибавилось там на 100, на 200 раскрасок за год, поэтому, ну даже не за год, а меньше немного. Это вот такой вот первый у нас сонет, альбом для раскрашивания флора. Знаю, что еще есть один или два таких же, только с другими рисунками. Давненько здесь я не раскрашивала, забросила. В целом здесь вполне можно раскрашивать. Можно фломастерами, вот даже осенние, в принципе, такие иллюстрации были, да, можно было красить. А я как-то вот упустила этот момент. Надо будет почаще вспоминать про эту раскрасочку. Вообще у меня до сих пор нету этого, скажите, как скажу, трекера раскрасок. То есть он как-то вот у меня все в разнообраз. Здесь даже есть у меня некоторые иллюстрации. Вот это не закончено. Здесь спиртовые маркеры были. И карандашами фон я делала. Ну, я думаю, что фон я, возможно, подберу маркер похожий и постараюсь тут доделать. Вот. А так, в целом, листы можно было вырвать и сделать как раскраску прошитую, да. Вот. Но я пока этого не делала. И здесь вот тоже такая иллюстрация. Ее нужно доделать. Как-то пробовала я начинать. Это одна из первых раскрасок, которые я купила. И вот у меня маркерами тут есть работа. Ну, тут есть, что пораскрашивать и что уже раскрашено в целом. Надо про него как-то вспомнить и побольше. Так, я буду сразу, наверное, обратно это убирать, чтобы потом просто это отодвинуть и все. Есть у меня вот такая вот раскраска путешествия по точкам. От точки к точке. Еще ни разу не практиковалась я в таких раскрасках. Ну, не знаю даже, буду или нет. Ну, однажды, может, и буду. Просто не пробовала ни разу. Когда-то, может быть, будет такое настроение повыводить линии, да. У меня, не знаю, может быть, это неврологическая какая-то проблема или еще что-то. У меня очень криво получаются линии. Поэтому я пока что за точки не берусь. Но думала как раз, что можно было бы потренироваться в такой раскраске. Именно выводить линии. Чтобы это было более красиво, более правильно. Так, дальше здесь стоит у меня такая вот раскраска. Это медитативные мандалы. Мандалы, по-моему, мне ее присылала Ирина Манине Ильичана в подарок. Вот. Ну, она Оксане Хобби в подарок, посылку собирала. И мне там тоже передавала немножечко. Вот. В принципе, как и я тоже делала. В общем, здесь мандалы. Мелковатые, конечно. Но я думаю, что однажды, в принципе, может и пораскрашиваю. Пока просто немного акцент стоит на другом, да. Хочется больше учиться чему-то. Ну, портреты, да, у меня. То есть активно сейчас я больше портретами занимаюсь. Наверное, так можно сказать. Вот. Следующие раскрасочки это вот такие. Антистресс-терапия. Здесь у нас необыкновенные животные тоже мне Ирина дарила. А эту я сама покупала. Цветочная фантазия. Здесь прикольная бумага. Вообще вот акварелью было бы классно пораскрашивать. Но я пока с вот этими, ну, я их называю дудлами, в принципе. В плане, когда есть же раскраски зендудлинг. Там вот много, куча этих узоров, да. Вот. И в них за этот счет я пока что не знаю. Хотя здесь вот, в принципе, можно контур золотом. Внутри другим каким-то цветом просто акварелью нанести. Оттенок и все, да. Основной акцент поставить именно на такую картинку. Но пока что я этого не делала. Вот. Дальше это такая цветочная фантазия. Здесь чуть-чуть другая бумага. Тут есть цветы такие же с затемнениями. Кстати, это очень удобно. Вот акварелью. Надо попробовать будет. Просто не пробую. Многое оставляю на потом. Знаете, да. Потом. Лучше я сейчас раскрашу что из планов, да. Это потом. То потом. Пятое, десятое. По факту у меня потом некоторые раскраски лежат очень долго. Так. Здесь еще у нас лежат, точнее, одна из раскрасок. Да, ладно. Пока правильно не получится поставить. Давайте покажу. Ну, это единорожки. Здесь я очень редко раскрашиваю. Но иногда бывает, нахлынувает. И могу посидеть фуллмастерами, там, всякими маркерами спиртовыми. Раскрашивать иллюстрации. Вот там были на Хэллоне, я так смотрю, была иллюстрация. Можно было бы ее раскрашивать. Когда-то она потерялась. Ну, ладно. Может быть, дню рождения к своему пораскрашиваю. У меня в январе будет день рождения. Может быть, здесь что-то типа тортиков, не тортиков. Их можно будет пораскрашивать. Посмотрим. У меня еще есть две или три книги из этой серии. Но, наверное, они будут в следующем ролике. Там посмотрим. И последние книги, которые здесь у меня в этом органайзере лежат. Это Лула Майя. Здесь миллион сов, миллион медведей. И, по-моему, миллион собак у меня тут и миллион ленивцев. Некоторые у меня не начаты раскраски. Ленивцев начинала я вот такую иллюстрацию делала. По-моему, больше все. Наверное, здесь больше ничего нет. Как-то у меня детские раскраски, легкие такие, наоборот, вызывают ступор. Я начинаю сидеть и думать, так, ну, не профессионально, красиво. Я здесь навряд ли буду выводить, что-то сидеть, рисовать, да. Как бы охотиться как-то в легкую. Но и в то же время не хочется просто по-легкому замулевать и все. В общем, такое, знаете, двоякое мнение. Здесь ничего еще не начато в собаках. Поэтому я пока что к ним вот сильно не приступаю. Я думаю, что, наверное, мне будет комфортно в них раскрашивать, когда у меня будет опыт и когда мне будет плевать вообще на все страхи, что я могу смело взять любую раскраску и знать сразу, сходу, как и где я, что буду раскрашивать, да. Вот. Не во всех раскрасках пока такое есть чувство. Не каждой раскраски, да. Миллион медведей здесь, по-моему, ничего тоже не начато. Собаки и медведи, наверное, у меня вот пока еще не раскрашены. Надо будет. Как-нибудь все равно раскрашу. То есть, если я не убираю книги из коллекции, значит, они мне еще нужны. Значит, я питаю надежды на то, что, скорее всего, я их еще буду красить, да. Вот. Ну и совушки. Здесь я начинала иллюстрацию. Я не помню, я ее закончила или нет. Нет, не закончила. Вот она. Надо будет ее закончить. Уж в каком месяце, не знаю, но постараться. Сов я люблю. В принципе, как и собак, и медведей, и всего остального. Но все-таки. Так, продолжаем. Последние раскрасочки там затесались, я их не увидела. Это Таинственные джунгли, вот такая, мои волшебные сны. Это тоже одна из, одни из первых раскрасок, когда я вот, ну, вот, знаете, начинала, когда раскрашивать, да. Я не знала вообще о своих вкусах, о предпочтениях, чем мне больше нравится красить, что я больше люблю. Я брала все. Я изучала эту всю систему, да, так скажем. Вот еще одна раскрасочка, это Морские единороги. Мне как-то было интересно все попробовать. Да, сейчас большинство из этого лежит, но не потому, что я из жадности брала, да, там, или мне делать нечего. Нет, я не знала о творчестве, о раскрашивании вообще ничего. Вот понимаете, то есть вы, ну, точнее, как неправильно выразилось, не вы, но многие из девочек, а может даже и большинство, хоть что-то знали приблизительно о раскрашивании, о том, что такое существует, что кто-то раскрашивает. Я же вообще не имела представлений, и я начинала свое раскрашивание не с каких-то YouTube роликов, да, что я кого-то увидела на YouTube, нет. Мне это, в принципе, как бы, я даже не видела. Я общалась с людьми, которые раскрашивают, я смотрела их на YouTube, да, вот, но я не знала, что они красят, то есть я на это даже не обращала внимания. Мне было настолько это неинтересно, как-то я даже и не думала о том, что я когда-то таким начну интересоваться, да, поэтому я пробовала все, покупала все, поэтому у меня такая большая коллекция, плюс финансовое раньше было лучше, вот, так как был двойной декрет, и там, конечно же, больше получала денег. Поэтому, как бы, у меня очень много всего в коллекции, вот. Почему я это рассказываю? Да просто, чтобы вы знали, чтобы не было какого-то осуждения, потому что я знаю, что есть люди, которые осудят однозначно. Но у меня не бешеная коллекция, я хочу сказать. Да, я фанат карандашей, у меня много карандашиков, но в раскрасках, в принципе, я в какой-то степени ограничена, потому что поначалу, да, брала все, потом перестала брать все. Начала уже более обдуманно, когда поняла, что мне интересно, что мне больше нравится, где я лучше раскрашиваю, где хуже. И уже, конечно же, выбор начинается совсем другой. Так, ну, поехали теперь с раскрасок по номерам. Такая вот у меня недавно появлялась раскраска, новинка моей коллекции, так скажем. Это, по-моему, же Ашет выпускает такие раскраски, да. Ашет, 50 иллюстраций. Конечно, начала я не с той раскраски, нужно было мне все-таки брать старые версии такого формата, потому что здесь, как бы, очень много мелочевки, тут еще и эти круги есть. А круги сами по себе нужно, ну, для меня лично требуют внимания какого-то. А здесь они требуют еще большего внимания, потому что они мелкие. Здесь есть у меня раскрашенные работы, их мало пока что, потому что сложно некоторые, вот. Но думаю, что, может быть, в этом месяце все-таки что-то еще пораскрашиваю. Здесь, по-моему, 4 или 3 работы всего выполнено. Такая панда, вверх ногами почему-то она. Вот, и еще здесь, по-моему, одна или две в начале тоже есть. Одна, наверное, да. И вот круги я начинала, но даже не знаю, я не буду пока что в ближайшем будущем вообще круги трогать и как-то их раскрашивать. Дальше. Колортроник старый, который у меня один из первых появился. Такое вот покупала в России. Это, как бы, ну, наверное, российское издание. Здесь у меня не так-то и много, в принципе, раскрашено. Как-то я его последнее время забросила, раскрасила самые, там, интересные для меня иллюстрации, а потом как-то забыла. Плюсом еще, знаете как, у нас был выбор. Раньше мы раскрашивали совместно и Оксана Хобби, и Ирина Манимеевичана, и, по-моему, не помню, с Аллой я хоть раз раскрашивала или нет, но знаю, что Алла Хобби с девочками тоже красила. И, возможно, что я в этот период попала. И, ну, как бы, все выбирали иллюстрации на какой-то месяц, и там не было выбора, ты красил то, что тебе сказали, да. Сейчас же уже этот выбор появился, девочки пошли дальше раскрашивать. Я в какой-то момент остепенилась, да, так скажем, отошла от всей этой системы, мне было напряжено чему-то учиться и так далее. Вот, поэтому я здесь мало выполнила работ, но они тут есть. Даже пастель сухую здесь применяла на фон. Так что нужно будет все-таки взять и пораскрашивать еще немного здесь. Вот, но в целом, в принципе, работы есть и уже неплохо. Появился другой колортроник, Animals, здесь уже иностранное издательство. Разницы сильной не заметила, мне кажется, и там, и там бумага неплохая. Тут на черном фоне уже есть иллюстрации, вот. Я начинала с черного челленджа эту раскраску, не знаю, буду в этом месяце продолжать красить или нет. Планов еще как бы много, плюс зима, и на зиму хотелось бы побольше зимнего раскрашивать, поэтому пока что некоторые раскраски на второй план уйдут, вот. Ну, это на месяц, на два, так что да, здесь всего лишь две, по-моему, работы было выполнено. Так, дальше поехали. Цветовой квест, животные. Здесь у меня много раскрашенных уже работ, я не буду показывать, потому что это с, ну, декабрьские большинство работ сделано. Вот, покажу их уже в декабре. Пять штук я в этом месяце раскрасила. Здесь заполнено у меня уже больше половины иллюстраций, вот. Вот, поэтому, в целом, я бы, ну, надеюсь то, что еще чуть-чуть, и она у меня закончится. Хотелось бы побыстрее уже закончить. С одной стороны, жалко, потому что мне нравится цветовой квест животные, именно эта версия. Города посложнее, и другой цветовой квест тоже не такой интересный. Это вот такой цветовой квест. Здесь менее интересные иллюстрации, потому что тут много узоров. Здесь, что еще здесь, по-моему, ну, витражи. Я не вижу здесь таких прям витражей. Здесь есть тоже круговые вот такие иллюстрации. Я как-то к ним скептически, так скажем, отношусь, да. Здесь менее интересные иллюстрации, и здесь большинство иллюстраций такие, что каждый оттеночек нужно в разных местах выискивать. И вот это вот как раз-таки останавливает в этой... Блин, ладно. Останавливает в этой книге. Вот, так крупные можно было бы, в принципе, пораскрашивать. Не знаю. Посмотрим. Пока что вообще больше всего нравится вот этот цветовой квест. Следующий цветовой квест — это Города. У меня все три книги. В Городах я давно не раскрашиваю. Уже забыла, как тут раскрашивать. Но я, скорее всего, начну, потому что я буду раскрашивать, скорее всего, сейчас на данном этапе. Это вот такие вот иллюстрации, которые у меня остались. А 15 работ, которые... Как они называются-то, скажите, я скажу. Такие вот витражные я оставлю на потом, когда уж совсем... Ну, просто здесь настолько мелочевка. Я не знаю, как вам показать. Посмотрите на эту мелочь. Как ее обходить. Ее же сложно раскрашивать. Это для меня просто нереально. Вообще, я не представляю, как я это буду делать. Следующая раскраска по номерам — это Happiness. Здесь тоже у меня декабрьские работы некоторые выполнены. Вот здесь у меня... Мы с Аней тут всегда раскрашиваем. Работы я показывать в этой книге, естественно, не буду. В принципе, ну, начальные покажу. Первые, которые мы начинали с Аней раскрашивать. Вот три работы. Дальше у меня уже иллюстрации, которые я раскрасила на декабрь. Вы видите в конце месяца. Дальше по номерам у нас идут диснеевские раскраски. У меня их всего пять. Если не ошибаюсь, первый у нас такой четвертый том. Здесь интересные иллюстрации, но пока что у меня как-то вот пошел третий том. Часто раскрашиваться мне предлагали совместники в нем. И поэтому у меня в основном раскрашенных там больше иллюстраций. А так как я хочу хоть один том закончить, то я там раскрашиваю чаще. А эта книга пока что еще лежит. Иногда так раскрашиваю. Вот здесь есть зимние варианты. Наверное, в январе и в декабре буду здесь красить все-таки. Даже не по плану. Хоть и не по плану, но, наверное, придется. Следующий том у нас это седьмой. Таким слоником. Здесь темные иллюстрации. Очень темный рисунок. Вот поэтому как бы здесь, ну тут тяжело красить, в плане того, что здесь очень много темных оттенков нужно. И, наверное, вот когда у меня их будет достаточное количество с разных наборов, останется много темных, можно будет сюда их применять. Здесь тоже, в принципе, немало работ раскрашено, но и немного в целом. Но хоть что-то тоже есть. То есть у меня все раскраски Диснея, по-моему, начат. И даже карандашами я тут раскрашивала вот портреты. Вот у меня. Ну да, здесь, слушайте, в принципе, есть работы. Ну, правда, очень мало. Но, в принципе, это тоже не страшно. Так, да, как-то я тут раскладываюсь не так, как надо. Следующий у нас это шестой том. Здесь яркие, такие тоже, знаете, цветные все иллюстрации. Можно их так назвать. Мало еще раскрашено. В этом месяце, не знаю, буду или не буду, но осенью, ой, весной, думаю, что буду раскрашивать. Вот. Так, здесь мало работ, как я уже сказала. Сейчас так покажу. Здесь, кстати, большой контур. Тут должно легко раскрашиваться. Поэтому можно вообще, наверное, вот эту книгу можно было бы закончить намного быстрее, нежели ту, которую я выбрала. Да, там уже даже поднадоели все иллюстрации. Слушайте, а где у меня тут? У меня вроде тут раскрашено. А что так мало? Наверное, тут в начале в самом красила, походу. А может, и нет. А, ну здесь вот, да, некоторые иллюстрации есть. И очень мало. Раскрашивала. В основном крашу 100 маркерами. Но здесь я решила раскрасить штедлерами. И, как видите, штедлеры протекают, просвечивают, протекают. Поэтому имейте в виду, что сильно пропитанными штедлерами лучше не красть. Особенно, если это яркие оттенки по типу синих, фиолетовых и так далее. Ну и что ж, наш долгожданный третий том. Так вот он выглядит у нас. Здесь давайте сразу уже будем смотреть мои работы. Покажу. Хотя нужно было изначально тогда все работы сразу показывать. Вот такая работа. Вот эти две сделаны. Здесь пока только эта. Хотя здесь Золушка, нужно бы ее раскрасить. Я люблю Золушку. Дальше вот такая работа. Здесь мы много совместников делали. И с Дашей с канала Дарья Хобби. И с девочкой с Инстаграма. Мы тоже красили много. Вот такие. Здесь еще иллюстрации. Но она у меня заполнена. На одну четвертую эта книга заполнена. Поэтому это вообще отлично. Хотелось бы ее тоже к завершению приближать. Но это все равно долго. Даже несмотря на всю простоту иллюстраций. Их иногда где-то 2 часа. Где-то 4 часа тратишь. Вот. Где-то уже устаешь. Надоедаешь. Однотипные иллюстрации раскрашивать. И ты откладываешь эту книгу. Вот. Так. Здесь, наверное, я вам спалю иллюстрации. А нет. Я, по-моему, еще здесь ничего не раскрашивала с этого месяца. Я, ну, декабрьские работаю. В общем, такие вот. Такая иллюстрация. Так быстро пролистала. Наверное, скажете, блин, что ты так быстро листаешь. Вот такие иллюстрации сделаны. Ну да, здесь очень много. Такая. Такие две. Уже некоторые даже разворотами выполнены. Вот эти две девушки раскрашены. И сейчас еще. Такая собака раскрашена. Так. И вот это. Эту все никак не могу закончить иллюстрацию. Просто брутфуными раскрашивала. И как-то я, ну, пока не хочу их доставать. Вот. Поэтому она еще незаконченная лежит. Следующая раскраска Диснея – это «Принцессы». Здесь у меня декабрьские работы выполнены. Не помню, одна или две. Поэтому мы не будем смотреть на мои работы пока что, да. Вот. Я потом отдельно, наверное, еще пораскрашиваю месяц-два в этих книгах, да. И отдельно потом сниму раскрашенные иллюстрации за... Ну, в раскрасках, там, Диснея или вообще в раскрасках по номерам. Почему бы и нет. Так, что ж. По номерам, если я не ошибаюсь, это все раскраски, которые были. Мы с вами сейчас... Я уберу сейчас это все из кадра, вот. И мы продолжим уже смотреть оставшиеся раскраски, которые есть в моей коллекции. Дальше уже в разнообраз пойдет. Не знаю, что буду здесь показывать. Всякие разные раскраски, которые я давно уже не раскрашиваю. Это арт-раскраска «Открытый космос». Мне нравится эта раскраска. Я однажды здесь пораскрашиваю, но не сейчас, видимо. Вот. Ну, красивые иллюстрации. Можно много чего интересного здесь, в принципе, сделать, так как они еще и на черном фоне. Но, ну, я понимаю, что я пока что вот это вот волшебство передать, да. Вот эту красоту космоса. Какое-то... Где много блеска, где много такого вот завораживающего. Я еще не могу это передавать прям так красиво, как хочется передать в этой раскраске. Поэтому пока что некоторые книги и лежат. Потому что хочется ж красиво. А обычным по-обычному не хочется. Поэтому так вот получается. Следующая у нас книга странствий. Заказывала как-то набором вместе с чем-то. Вот. Интересная раскрасочка. Легенькая такая, в принципе, да. Здесь есть иногда, ну, некоторые мелкие какие-то вещи. Но в целом вполне можно себе ее пораскрашивать. У меня здесь одна иллюстрация была начата. Но пока что еще я ее не сделала. Зимнего, по-моему, здесь ничего такого нет. Вот. А если бы было, то можно было бы еще и зимненькое бы раскрашивать. Здесь вот одна начатая. Я тут пыталась как-то красиво все сделать. Но пока что на вот таком вот формате все закончилось. Дальше посмотрим там, как все будет. Дальше у нас этот таинственный лес. Цветотерапия. Здесь вначале в самом раскрашивала. Сейчас уже не раскрашиваю. Так как тут полупрозрачные просто листы. Все перепечатывается на другую сторону. Естественно, здесь все протекает. Вот. Поэтому пока что лежит. Вот фломастерами раскрашивал. Кстати, фломастерами неплохо вышло. Ничего не протекло практически. Только вот за исключением мелких точек. Это из-за того, что я держала долго на одном месте маркер фломастера. Ну, фломастер. Вот. Не помню, что-то еще здесь было или нет. Можно было бы пораскрашивать. Но я же говорю, пока что вот все равно ставишь акцент на более серьезные какие-то раскраски. Более интересные. Даже не интересные, но более серьезные. И некоторые книги уходят на второй план. Дальше у нас это сказочный мир. Тоже та же самая цветотерапия. Здесь бумага уже белая. Не такая, как в предыдущей раскраске. Здесь все. Но тоже тонкая достаточно. Много узоров. Ну, их, в принципе, можно обходить. Есть вот такие иллюстрации. Это симпатично. Я такое, скорее всего, бы пораскрашивала. Но, опять же, много мелочевки. Но, в принципе, я потихоньку уже нахожу варианты, как это обходить все дело. Вот красивая вообще иллюстрация девушка. Ну, пока что. Пока что пустует эта книга. Она у меня новая. Не так давно. Наверное, месяца 3-4. Ой, нет, не 3. Вместо 4-5 назад было куплено. Блин, я думала, что это что-то зимнее. Нет, здесь не зимний вариант. А так бы можно было бы. Ну, знаете, вот планируешь, планируешь. Зимнее, не зимнее. Да зима-то короткая. Господи, эти 3 месяца они пролетят вообще незаметно. И не успеешь раскрасить все книги, которые хочется. Которые из зимнего формата, да. Поэтому не знаю, почему я постоянно на этом акцент ставлю. Следующая раскраска это путешествие. Тоже цветотерапия. Здесь побольше она, потолще. Ну, формат поменьше по размеру, да. Но она толстая. И тут, наверное, ну, здесь побольше, естественно, иллюстрации. Здесь мне нравятся намного больше работы. Они здесь красивее. Да, здесь есть такие паттерны обычные иллюстрации. А есть что-то, в принципе, как вот эта, да, иллюстрация. Сценическая, да, конечно. Ну, со сценарием, так скажем, да. Вот. Со смыслом, со сценарием и так далее. Короче, интересная раскраска, но пока тоже еще не начинала. Хотелось бы, я же говорю, мне много чего нравится из того, что у меня есть в коллекции. Я бы все хотела раскрашивать, но я не вижу пока что в себе вот этого вот, не знаю чего. Ну, вдохновение элементарное. Я говорю, я очень творческий человек. Мне на все нужны вдохновения. Я даже убираюсь дома только с вдохновением. Просто так вот не буду я, если у меня нет настроя, я либо его буду пытаться создавать, либо просто плюну и буду искать, там, на следующий день будет вдохновение, и я уберусь, да. Ну, не совсем, да, свинарник какой-то, конечно же. Вот. Ну, я полностью творческий человек. Следующая у нас раскраска это... Ну, в общем, вы поняли. Произносить не буду. Вот, раскраска антистресса, 18+, написано. Хотя, по факту, ну, мне кажется, что... Я бы не сказала, что это 18+, мне кажется, что это все-таки 16+. Как вы все меня бесите. Кобзда, это не матное слово, это не 18+. Ну, как бы, не знаю, странно. Собаки сутулы, ну, как бы это оскорбление, да, но это не 18+. Вот, поэтому я считаю, что можно показывать. Ну, в общем, такая раскраска. Здесь, по-моему, я что-то начинала. Да, вот такие вот цветы. Красивый вот этот вот оттенок мне нравится. Но пока что на этом и остановилась все. Дальше ничего не пошло. Посмотрим в будущем, буду или нет. Ну, как бы, да, можно было бы как антистресс. Но все-таки антистресс и красивое раскрашивание для меня пока что несовместимы, да, в какой-то степени. Поэтому вот многие книги лежат. Дальше у нас нарисую Лондон акварелью. Здесь по схемам, как учиться раскрашивать, ну, рисовать. Вот. Это не раскраска, но тут есть вот такие вот примеры. В целом, да, тут можно потренироваться именно в этой части раскраски. Надо будет как-то тоже попробовать. До сих пор уже почти год лежит, и я так и не притронулась. Иногда очень даже обидно за некоторые книги, которые я не раскрашиваю. И я говорю, это не потому, что они мне не нравятся, а просто потому, что я не вижу, как их красить. Дальше. Кошмар перед Рождеством Тима Бёртона. Вообще не смотрела этот ни мультик, ни фильм. Не знаю, что это такое. Даже представления никакого не имею. Вот. И как-то брала. Я не помню. Наверное, на лабиринте. Либо за бесплатно, либо там как-то с какой-то бешеной скидкой. Поэтому и взяла, в принципе. Думала, что, ой, прикольно, такое можно будет пораскрашивать. Что-то интересное. А по факту это не мое, оказалось. Ну, такое бывает. Ничего страшного. Дальше у нас Луиза. Ей целительные аффирмации. Пока мало тоже раскрашено. Вот. Ну, лежит. Ждет своего часа. Иногда глаз падает на нее. Один или два раза я ее доставала раскрашивать. Ну, судя по иллюстрации, наверное, один. Дальше. По номерам одна вот осталась волшебной раскраски принцессы и феи. Остальные я убрала далеко и надолго. Да, они детские. Да, они типа как бы легкие кажутся. Но на них нужно тоже достаточно большое количество времени. Вот. И как-то впустую тратить времени мне уже не хотелось. Протекали это с Алиэкспресса фломастеры, кисти. Но протекали только по той причине, потому что я их заправляла водой. Вот. Из-за этого начинало все протекать. А так до этого они не протекали в этой книге. В общем, здесь есть много, в принципе, да, иллюстраций, ну, работ. Не знаю, может быть, я ее однажды все-таки и закончу. Так. Ну, я надеюсь, что сейчас я доснимаю уже до конца. Мне не дают, к сожалению. Поэтому я очень быстро где-то говорю, где-то не договариваю, скорее всего, свои мысли. Так что, если что, извиняюсь за это. Ну, куда деваться? Детей никуда не денешься. И то, что они иногда не дают снимать, а сейчас это стало очень часто, особенно младше, ну, ничего с этим поделать, к сожалению, не могу. В этой части я решила показать вот эту вот книгу. Это Катерина Вабарыкина «Спиритов запас». А здесь я еще ничего не раскрашивала. Книга шикарная, мне нравится в целом, вот. Но пока что еще... Не, я к ней приступлю однозначно, когда вдохновение будет на какой-то из иллюстраций. А оно будет. На портреты у меня частенько есть вдохновение. Декабрьскую работу я еще не раскрашивала, не начинала. Поэтому вот такие вот пироги. Там дальше посмотрим, как пойдет дело с этой книгой. Ну, надеюсь, что я буду в ней красить очень часто. Дальше из разряда 18+, якобы, это вот как все задолбало. Вот тут может быть мат. А в этой книге, мне кажется, все... Ну, такое точно может быть. Вот. Ну, это обычный, я не знаю, антистресс-иллюстрация. Можешь взять любой маркер, фломастер, чем хочешь, да. Ну, имею в виду фломастер, наверное, маркер. Так, здесь односторонние иллюстрации, поэтому не получится. Вот. Ну, в общем, такая антистресс-раскраска. Здесь я, кажется, еще ничего не раскрашивала. Я брала ее и думала, что у нас будет совместник по этой книге с Оксаной Хобби. А оказывается, что она эту книгу покупала не для себя, а в подарок. Но я этого не знала. Поэтому осталась вот с этой книгой. Но так ее еще и не раскрашивала. Дальше книга, которую я начинала, но так и не продолжила в ней раскрашивать. Это «100 лучших мест России». Начинала я раскрашивать, конечно же, Волгоград. Это моя родина. Кто не знает, я родилась в Волгоградской области. Вот. Долго там жила. И, блин, с радостью бы вернулась. Но пока не могу, так скажем. Вот. Здесь это первая вообще работа. Я тогда месяц или два всего лишь раскрашивала. Максимум три. Я пыталась огонь правильно передать. Ну, как бы на уровень моего раскрашивания дешевыми карандашами получилось. В целом, да. Но если полноценно закончить работу, то будет, конечно, все намного лучше. Типа якобы и тени пыталась передать какие-то. Ну, не знаю. Посмотрим. Я однажды в любом случае закончу эту раскраску. Ой, не раскраску. Ну, раз я так сказала, значит, так будет. У меня иногда... Как это называется? Короче, я иногда вижу будущее. Вот. Ну, в смысле, я просто говорю, и это будущее сбывается. Вот. В общем, это непроизвольно происходит, если что. Ну, короче, я думаю, что в этой иллюстрации-то я закончу. Ну, я так надеюсь, что и книгу закончу. В целом, это не такая уж и сложная раскраска. Если... Да не знаю. Если есть видение, как красить, если ты умеешь пользоваться акварелью и гуашью, то, я думаю, здесь можно... Ну, и акрилом, наверное, то тут можно вообще крутые иллюстрации сделать. Вот. Но я пока не особо это дело все умею. Но в целом, по-обычному, могла бы и раскрашивать. Здесь вполне. Так, дальше у нас все в разноброс. Ну, ладно, бывает. Новогодняя раскраска-сказка. Здесь ничего еще не раскрашено, но вот в этом месяце планирую, надеюсь, что что-то получится раскрасить. Ну, а там посмотрим. Ну, мне нравится полностью, в принципе, эта раскраска. Просто нужно искать вдохновение и время на одну... Ну, на какие-то иллюстрации из этой книги. Дальше у нас Джоанна Бесфорд. У меня две ее книги. Это «Затерянный океан». Тут, по-моему, ничего не раскрашено. Но гелевыми ручками я буду в этой книге красить. Скорее всего, уже продолжу весной, так как все-таки это морская тематика. Поэтому я, наверное, к весне туда тогда, возможно, что начну эту книгу и буду раскрашивать. Вот. Дальше новогодняя уже книжечка. Тоже Джоанна Бесфорд «Рождественские чудеса». В прошлом году здесь я выполнила одну всего лишь иллюстрацию. Вот такую. Это были полихромосы и пастель «Сухая». Тоже от Faber-Castell. Вот. А дальше я... А что дальше? В этом месяце я уже две работы здесь делала. Я их не буду показывать, наверное. Вот. Ах, чуть-чуть. Ну, ладно. Короче, узоры я, наверное, пораскрашиваю здесь еще в этом месяце. Вот. Посмотрим. В предыдущей раскраске... О, в предыдущих... Ну, короче, иллюстрации, которые уже раскрашены, это были узоры. Вот. Увидите, в конце месяца она, так скажем. Дальше у нас идет «Game of Thrones». Это от HBO, российское, получается, издание, да, этой книги. А здесь... Так, вот тут, по-моему, прям... Сейчас я, если я нажимаюсь, здесь по фильму или нет. Что-то я забыла. Здесь четко по фильму сделаны иллюстрации или все-таки выдумка. Ну, имею в виду нарисованы. Да, это по фильму именно прям самих актеров тут прорисовывали, как они выглядят. Поэтому прикольная книга. К сожалению, затрудняюсь я ее раскрашивать. Во-первых, большой формат. Во-вторых, ну, есть некоторые какие-то нюансы, которые меня стопорят. И вот одна работа, которую я старалась, пыталась что-то сделать, но чуть-чуть не получилось то, что хотела. Вот поэтому пока что забросила я это дело. Здесь много металлических предметов. Я пример брала вот отсюда с картинки. Ну, похоже, нашла иллюстрацию в интернете и по примеру пыталась раскрасть. Дальше у нас в царстве дельфинов, мир магических узоров. Давно я ее не затрагивала. Здесь офигеть какая толстая бумага. Почти картон. Можно акварелить, что хочешь делать, тренироваться. Но, к сожалению, только одну иллюстрацию. И ту карандашами я раскрасила. Максимум фон у меня был перламутровая гуашь, по-моему, если не ошибаюсь. Скорее всего гуашь. Ну, кстати, в целом неплохо получился фон гуашью блестящий. Не так ужасно. Да, и дельфинчик сам в целом тоже прикольненький получился. Такой дудленький. Дудловатый, назовем это так. Ну, тут у нас уже в царстве снов и фантазий та же самая история. Здесь, по-моему, вообще ничего нет. Тут есть цветы и узоры. Мандалы, цветы, узоры. Надо, в принципе, попробовать. У меня гель вахручек много. Так что, может быть, в ближайшем будущем уже и начну. А, у меня есть тут одна работа. Та же мандала раскрашена хотя бы. Так что, вот. Такие рисунки, скорее всего, буду заливать просто чисто какой-то акварелью. И все. Может смешивать разные цвета. Вот. А вот такие уже рисунки буду стараться раскрашивать по-нормальному. Ну, или хотя бы гельевыми ручками. Там, да. Может, также акварель всякая и так далее. Так. Остались их в толстом переплете. Ну, короче, осталось немного. Последние уже книжечки. Волшебный мир Средиземья. Здесь давно уже не раскрашивала. Вот. Шла по порядку. Иногда. Ну, с Оксаной Коби. Некоторые иллюстрации выполнены. Что-то пыталась сама раскрашивать. У меня здесь есть незаконченная одна работа. Вот акварельная работа. Хотя я вообще, не знаю. Ну, в целом ничего не протекало. Все нормально. Достаточно получилось. Вот. Такая вот иллюстрация была здесь. Я довольна. Надо будет начать раскрашивать еще раз тут. Давно не красила, соскучилась. И вот эту иллюстрацию нужно было доделать. Слишком много однотипных предметов. Поэтому очень быстро я сдулась и осталась эта раскраска дальше лежать. Так. Следующая книга у нас. Это «Магическая вселенная» от Екатерины Элтуховской. Здесь я еще не начинала. Эту книгу ничего не раскрашивала. На самом деле, если так посмотреть, у меня немного книг, которые не начаты. Порядка, наверное, 40 из коллекции в 150 примерно. Я посчитаю, потом напишу или скажу, сколько здесь. Мне тут нравятся иллюстрации. Классная книга. Вообще прям безумно мне она нравится. Но пока что... Да просто как-то вот осталась она у меня на полке. Я ее, наверное, полгода назад купила. Может, чуть меньше, чуть больше. Ну да, 5-7 месяцев назад, когда у нас, вот читай, город открылся. Вот. В целом. И я думаю, что... А это было где-то к весне, ближе к концу зимы в прошлом году. Вот. Я как-то про нее подзабыла немного. Но я думаю, что я начну ее в скором времени. Ну, скорое время, это буквально 3-4 месяца. Вот. Хотелось бы пораскрашивать. Дудлы я буду обходить все эти. Ну, не знаю, узоры. Без понятия, в общем. Вы поняли. Я просто встречала эти все узоры в раскрасках. Зен дудлинг, дудлинг и так далее. Еще там какое-то. Поэтому я их дудлами называю. Пусть это будет так. Вот. Если что. Если вдруг кто-то скажет, что ты неправа, ты неправильно там говоришь и так далее. Да в целом, неважно. Узоры, дудлинг, недудлинг и тому подобное. Вот. Ну, а книга в целом красивенькая, симпатичная. Мне нравится. Когда-нибудь я ее начну. Вот. Но пока не сейчас. Следующая раскраска. Это Daisy Fletcher. Полет фантазии. Адбум для раскрашивания и релаксации. Ну, прикольненькая раскраска. По-моему, я ее покупала сама. Просто я помню, что мне Оксана Хобби что-то дарила. Но это точно была Алиса. Но не факт, что эта книга. Вот я не помню, если честно. Прикольная, классная. Но так как я цветы и птицы пока что раскрашиваю так себе. Здесь очень много птиц и животных. Они на каждой практически иллюстрации. А то и на каждой. Поэтому пока что эта книга не начиналась. Вот. Но в целом хотелось бы. Классная так-то книга. Здесь кремовая бумага красивая. Иллюстрации красивые. Вот. Поэтому в целом подсказки даже есть. Какие-то примеры и так далее. Название, по-моему, всех тех цветов и птиц должно быть прописано. Короче, классная раскраска. Мне нравится. Но пока тоже вот ее не начинала. Не знаю. Ну, надеюсь, что когда-то начну. Вот. Так. Последние уже раскрасочки. В этой части больше не буду вас мучить. И сама мучится. Потому что я уже устала, если честно. Так. Это подарок от Анны. С канала Анна Хобби Калоринг. Вот. Она мне дарила вот такую вот раскрасочку. Здесь грейскейл иллюстрации. Я тоже смотрела на автора, на этого автора раскраски. Вот. Но сама не покупала. Здесь для меня очень странный грейскейл. Я в таком еще не раскрашивала. Поэтому немного в ступоре, да, так скажем. Но думаю, что, наверное, постараюсь. В январе или в феврале уже начать эту книгу. Попробовать. Определю для себя, чем здесь красить. И постараюсь начать. В принципе, должно быть легко. Особенно, если хорошая бумага. Надеюсь, что бумага будет хорошей. Дальше у нас-то Baby Animals. Здесь тоненькая бумага. Но односторонние листы в целом вполне можно раскрашивать. В такой книге сейчас я хочу вот это вот чуть-чуть сдвинуть. Оно мне мешает. Вот. Вполне можно раскрашивать в этой книге. Ничего плохого здесь как бы сказать не сказать. Да, сначала я такая думаю, блин. Такая тонкая бумага. Здесь нечем красить. Да есть чем красить. Есть мягкие карандаши, которыми можно раскрашивать. Есть маркеры спиртовые. Есть фломастеры. Вот. И тем, и тем можно красиво раскрасить, если постараться. Вот. Поэтому в целом такая бумага не должна уже смущать меня. Дальше у нас Magic Tales. Это портреты и не только. Здесь есть и такие узорчатые иллюстрации, так скажем, не разбериха. Это вот такие есть. Здесь вот такая вот панда классная. Надо будет попробовать раскрасить. Легкая раскрасочка. Мне кажется, вот кто любит такой формат раскраски, вообще ее раскрасит, наверное, за пару месяцев. Солушки мои любимые. Также тут животные есть. Не такая уж она и сложная, как могла бы показаться. Да, здесь тонкая бумага. Но, опять же, я не собираюсь тут акварелью раскрашивать. Здесь, скорее всего, будут применены карандаши. Может быть, где-то маркеры спиртовые на портрет. Не знаю. Посмотрим. Там будет видно дальше. Так что надо будет уже тоже в ближайшем будущем задуматься о начинании этой книги. В целом, иллюстрации мне нравятся. И книга сама тоже нравится. Дальше у нас это Nice Little Town. Десятый выпуск. Здесь у меня только одна работа раскрашена. Сейчас мы ее посмотрим и потом ее покажу. Она такая более все-таки летняя, весенняя эта раскраска. Поэтому нужно будет весной, наверное, в ней поактивнее пораскрашивать. Мушонок мне понравился, как получился. В целом, иллюстрации мне понравились. И я думаю, что в ней нужно просто сесть и красить. Не думая ни о чем, сесть и начать раскрашивать. Не обращая ни на что внимания. Посмотрю. Может быть, к своему дню рождения что-то смогу здесь приурочить, пораскрашивать. Посмотрим. В целом, мне нравится. Такая раскрасочка. Ну и последняя книжечка на сегодня. Это вот такая вот раскраска с Алиэкспресса, с Китая. Ну, корейская, китайская. Но мне кажется, что все-таки это китайская раскраска. Вот. Классная книга вообще. Бумага здесь, конечно, интересная. Но я думаю, что эта бумага будет очень сильно впитывать акварель. Мне кажется, что это какой-то хлопок, что-то такое. Потому что она прям вот, ну, не знаю. И такое ощущение, знаете, чем классная эта книга, чем она мне нравится. Как будто эти рисунки были только что здесь нарисованы. Ну, мне очень понравилась. Классная рисовка. Просто нужно начать тоже сесть. Я не фанат, конечно, таких вот корейских, китайских раскрасок, внешности этой. Не то, что мне она не нравится. Нет, нравится, симпатично. Но я чуть не могу раскрашивать такое. Не знаю, как-то у меня как-то непонятное. Ну, не страх, а просто сидишь, думаешь. Блин, как-то раскрашивать просто и все. Вот. Короче, такая вот книга. Толстая, большая. Ее тяжело показывать даже уже здесь в кадре. Я, наверное, вообще очень плохо все это дело показала. Ну, извиняйте. Вторую часть я постараюсь отснять идеально просто. Потому что я что-то как-то... А, ну, я была после прививки на выходных, когда не было детей дома. Потом у меня сломался зуб. Я сейчас лечу зуб. Ну, и за этот счет я, короче, как-то была в подвешенном состоянии. Не могла особо снимать. И поэтому на выходных я не отсняла это видео. И получилось вот так в понедельник отснять это непонятно в каком формате. Поэтому я приношу свои извинения, если вдруг вам было некомфортно смотреть и слушать меня. Вот. Вторую часть я уже постараюсь сделать намного лучше, качественней. Не так, как эту. Блин, ну классная книга. Слушайте, я вообще... Надо начинать. Надо ее брать и красить просто. Тут даже примеры есть. Ну, блин, вообще просто вот возьми по примеру и раскраси. У меня даже есть книги, где обучалки есть. Как красить именно... Да что ты будешь делать, а? Вот эти вот закладки. Ну, мне не хочется вот эту часть снимать, а она иногда очень мешает. Ну, короче, в общем, примеры есть. Бери и красть вот такой вот постер. Тут, да, тут есть все работы. Можно вообще просто смотреть и раскрашивать, пытаться. Я думаю, что много чего могло бы получиться. Раскрашивать такого. Ну, классно, мне нравится. Ну, что ж, в этой части все. 50 раскрасок показала. Надеюсь, что следующую часть я сниму полностью до конца. Что-то я в этом не уверена. Либо будет 3 части, либо будет 2 части. Первая часть вот, она перед вами сейчас. Спасибо, если вы досмотрели этот ролик до конца. И если вы поставили лайк, то тоже вам за это большое спасибо. Последнее время активность упала у людей. Не только на моем канале. Я анализирую все каналы. Все стали в последнее время очень неактивными. Я надеюсь, что это просто по причине занятости какой-то. Не потому что перехотелось всех смотреть, да. Ну, что ж, на этом все. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. До новых встреч.